Всем привет! Новый обзор у нас сегодня на канале и на этот раз дощечка от бренда Flux. В конце сезона мы получили эти доски и это, конечно, такой приятный, я считаю, что бонус. По крайней мере, вот как магазинный бонус такой, мы доски эти с удовольствием рассмотрели, изучили, почитали. И действительно, оказывается, это очень интересная история складывается, друзья. Во-первых, начнем с того, что, конечно, Flux вам, друзья, многим знаком по производству креплений, уже компании больше 30 лет. Они делают, собственно, одни из самых лучших топовых креплений. Во-вторых, Япония, доски сделаны вообще в Японии, как ни странно, казалось бы, привыкшие все мы уже к заводам, которые находятся в Дубаях, в Швейцарии, в Америке, где только мы не видели производства сноубордов. Но вот, оказывается, в Японии около пяти заводов, которые действительно делают очень крутые доски. Как по большей части, конечно, это все-таки идет на внутренний рынок. И доски достаточно специфические, которые делаются для бордер-кросса, для слалома, для карвинга, для жестких вот этих всех историй. Но тем лучше для нас. Потому что, как мы все знаем, друзья, эти дисциплины сегодня популярны во всем мире, а в России тем более. Сакральное значение для многих сноубордистов слово карвинг собой представляет. Поэтому, друзья, доска действительно очень интересная, очень качественная. Но самое главное, что очень мало вообще информации про доски Flux. Такая какая-то японская, не знаю, философия может быть в этом скрыта. Нету нигде абсолютно какой-то объективной и достоверной информации про эти доски. Поэтому доставалась нам эта информация по крупинкам, и я вот с удовольствием ей с вами сейчас поделюсь. Не так много моделей у бренда Flux в линейке, ну, по сравнению, конечно же, с другими брендами, которые сегодня мы с вами имеем возможность наблюдать. Но, тем не менее, доски очень интересные, доски очень технологичные, самое главное. Потому что, вот обратите внимание, в России рекомендованные розницы на 79, там в районе 75 тысяч, в принципе, на все модели. Поэтому, конечно же, мы сразу понимаем, что доски технологичные, как и крепление Flux, что самое главное. В чем технологичность? Конечно, помимо формы, сейчас я про это расскажу, конечно же, начинка. Внутри очень много интересных штучек, очень много интересных решений, которые делает компания Flux. Итак, в руках у нас модель D2, это доска для фрирайда, для карвинга, естественно. А также мы с вами можем наблюдать вот этот дизайн в этом сезоне. У бренда есть модель DS, вот именно от этого дизайнера Novel, с таким драконом, мощным, передающим вот такую философию Японии. Такие традиционные какие-то японские гравюры, миниатюры из японского вот этого фольклора. Итак, друзья, это направленная доска, конические тейлы, традиционно, да, для такой фрирайдной модели. У нас в основе идет смув кембер, небольшой, собственно, да, исходя из названия. Он где-то примерно четко под закладными, а дальше от закладных у нас уже начинаются рокеры. На носу он более яркий, вот прям сразу практически после закладных уже идет большой рокер. На хвосте у нас кембер, он чуть-чуть посильнее смещен, поэтому он начинается, рокер на хвосте начинается немножко дальше, чем от начала закладных, но тем не менее он тоже здесь присутствует. Поэтому доска в основе у нас кембер, а на тейлах у нас, собственно, рокеры. Такая традиционная история для, естественно, универсальной модели, на которой хорошо кататься по трассе, ну и, естественно, также врываться, естественно, врываться в паудер вне трассы. Кембер смещенный, доска у нас направленная, у нас длинный нос, у нас есть небольшой тейпер, примерно сантиметр. У нас здесь есть достаточно неплохая ширина талии, то есть она по нынешним меркам не суперширокая, но и не узкая. Здесь где-то примерно 263-264 на ростовке 158, то есть средняя ширина талии. Сама доска у нас средней жесткости внутри бренда Flux. Ну и вообще, в целом, если сравнивать эту доску по жесткости, то можно сказать, что это где-то, наверное, 6-7 с хорошим, с хорошим, мощным щелчком. Тут мы переходим, собственно, к самому главному, к начинке, потому что плюс-минус форма шейпа, она максимально такая сегодня универсальная для досок именно такой концепции, именно фрирайд карпинг. А вот начинка здесь, конечно, уже максимально заряженная. Возвращаясь, опять же, к технологиям и как скрупулезно бренд Flux относится вообще к техническим всяким характеристикам, материалам. Сердечник у нас используется в нескольких пород дерева. У нас здесь стекловолокно Ториакс и снизу, и сверху доски. Также и снизу, и сверху у нас идут карбоновые стрингеры. Сверху у нас идет один стрингер вдоль всей доски от носа до тейла, а с обратной стороны, соответственно, сердечник, у нас идут два карбоновых стринга в такой X-образной форме, которая находится вдоль тейла. За счет всего у нас появляется очень мощный щелчок, очень хорошая отдача, торсионная жесткость, собственно, уходящая от центра и переходящая к тейлам. Она тоже очень хорошая за счет того, что стрингеры снизу идут в такой X-образной форме. На носу у нас используется такая мощная история, как вот на Джонс Авиатор, у нас используются соты. Здесь, конечно, не видно, японцы не сделали такой прям уж совсем очевидный такой элемент в топ-шите и скользяке, что там направляешь фонарик, и мы видим прозрачную, скажем так, часть. Здесь это все, конечно, закрыто ламинатом и скользяком, но, тем не менее, нос гораздо легче, чем тейл. Ну, сделали вот они такую тоже историю, что, соответственно, конечно же, способствует лучшему распределению веса вне трассы, легче нос, он так сильно вибрирует. В общем, конечно, много тоже плюсов. Вот такую они сделали историю, как у того же Джонс Авиатора. Что еще здесь можно, скажем так, ощутить, по крайней мере, руками, это, конечно же, скользяк. Скользяк используется графитовый, внутри бренда он проходит под цифрой 7500, но, тем не менее, все-таки графит, высокая плотность скользяка, говорит о том, что, ну, это одна из самых быстрых баз, которые вот сегодня также мы с вами наблюдаем. И действительно, японцы этому отдают очень большое внимание всем этим материалам, потому что даже такой небольшой скачок, переход, вот даже крепы флюкс, они делаются на заводе в Китае, но материалы для этих креплений в гранулах, они везут из Японии. Да, то есть, там такая достаточно сложная логистика, и вот это опять говорит о том, что японцы, они очень скорпулезно относятся к вот этим всем полимерам, материалам, технологиям, ну и, конечно, естественно, скользяк в основе. Это, скажем так, основная, можно сказать, часть сноуборда, ну, после сердечника и так далее. И, конечно, они не могли ее сделать какой-то слабой, небыстрой, поэтому база графитовая 7500, в общем, очень мощная, очень крутая. Ну и в целом, конечно, вот помимо карбоновых стрингеров и того, что нос там используется с сотами прозрачный, здесь куча стекловолокна, куча виброгасителей, крутые стенки АБС, которые тоже и надежные. И, в общем, доска, конечно, с точки зрения технологий заряжена, ну и самое главное, что она сделана в Японии на заводе, где сделаются доски November, то есть, это кто, конечно, шарит не только за Джонс или за бренды Найдекера, кто шарит за более мощные сноуборды, то, конечно, должны знать, что это очень круто. И цена, собственно, конечно, в целом, если мы говорим какие-то аналоги, конкуренты, если не брать супер распиаренность, маркетинг и так далее, то в целом за такой сноуборд в целом ценник очень даже, ну, как бы вменяемый, адекватный и действительно интересная доска для поклонников бренда Флюкс, кто хочет себе крутую доску для фрирайда, для карвинга, для уже такого достаточно продвинутого катания, вот имеет смысл, имеет смысл эту модель рассмотреть.